Я так рад, что вот ты принял крещение, на самом деле. Ну, как опять, Дима, как ты сперва заметил нашу рекламу? Из интернета? Я рекламы никакой не видел. Я, как получилось, случайно на ютубе наткнулся на видео. Случайно, абсолютно. Ну, ничего случайного не бывает, гидать. Вообще, я исследую Писание. Я исследую его. Я стал как противостоянием стандарту. То есть я брал темы от протестантов, допустим, да, и стал их разбирать. Сам изучать Библию. Я как бы не смотрел ни на какие другие книги, у меня был один авторитет перед глазами. И я стал изучать. Я мог на одной главе просидеть день целый. Просто целый день. Я понял, что я обманут. Понимаешь? А как насчет кристотельфиана? Ну, там, просто вот случайно нажал видео, и вот вы проповедуете. Но ты не помнишь, какое видео? Так, не скажите, сейчас помню. Точно не помню, но что-то с дьяволом связано. Дьявол? Дьявол. Что-то точно не помню, но что-то в этом духе. Да. Вот, но я сначала, и я еще один толчок был для изучения Библии. И я подумал, как? Это же противоположность моим мыслям. Я так не думаю. И я стал, это, стал включать голову, думать, что, а как так-то? Это не личность? Это, да, вот, по-моему, вот эта тема и была. Вот. А потом я зашел в Википедию. Что такое противоположность? Ну, я подумал, очередная, знаете, там, как, секта. Ну, секта хотя бы, это слово, действительно, отступничества, допустим, от религии. Вот. И я стал читать. И говорю, я тут согласен, здесь согласен, здесь согласен. Я был совсем согласен. Но единственное, что, дьявол меня смущал. Вот этот вопрос. То есть, это и он меня уже практически 50%, я его разобрал, и я тоже согласен, что даже книга Илова меня особенно не смущает. Теперь я понял суть, под кем подразумевается слово Татана, как противник делать. Вот. И то есть, вот, собственно говоря, такая краткая история. А потом я стал смотреть. Но есть, конечно, некоторые видео такие вот интимные, которые у меня про мастурбацию, по-моему, вы рассказываете. Это просто, вот, я как бы, тут я немножко не согласен с тем, что, ну, говорите, как бы, я вот недавно буквально про Павел Проповень смотрел, что вы не считаете, что это грех. Но если человек это делает, он же может воображать то, что угодно в голове, любую женщину, любую плоть, которая ему вот угодна, это же уже прелюбодействует. Правильно? Да, я, по-моему, имел в виду, что это все зависит от того, что человек думает. То есть, грех это внутрь человека. Это вопрос нашего мышления и так далее. Понятно. Да когда этим делом занимаешься, мысли само по себе сами приходят когда-то, это получается уже, то есть, как бы, греховность идет. Ну, да. Да? Ну, да. Так мыслить это грех, да. Я понимаю, что это так. Вот. Но я не знаю, Данка, что со мной вообще произошло, но я не могу понять, почему я поменялся так резко. Вот. Это не я собой руковожу. И меня жена спрашивала, что с тобой произошло. Я говорю, я не знаю. Не я себя поменял. Да я не могу обратно поменяться. Меня кто-то поменял. Тогда я задал себе вопрос, кто меня поменял. Ну, кто-кто, бог меня поменял. И она говорит, ты стал совсем другим. Единственное, что я перегибал палку. Я очень сильно перегибал палку тем, что я, вот, я считал всех грешниками, а себя, как бы, таким, что вот-вот я такой. Но я не тут разобрался в своем вопросе. И тут я понял, что я такой же, как и все остальные, ничем не лучше кого-либо. Я такой же грешник, как и все. Вот. И ничем. А раньше-то, как бы, и еще я был направлен, у меня есть закваска такая, ну, как сказать, учение других людей. Я библию мало слушал. Я слушал людей, которые, ну, запугивали ада. Ада. Ада-то, танки, бесы, мучают людей. Вот. И я пошел по этой же дороге, я стал запугивать людей. Я запугал всех своих родных. Отправил их всех туда, как грешников. Вот это, собственно, я очень сильно раскаиваюсь перед богом. Я попросил прощения, чтобы я делал такие глупые вещи. Дело это не понимали. Да. Дело это не понимали. А сколько я теперь разумею? Да. Четыре опять. Вот тогда, как я говорю. Вот это краткая история моего пришествия к Христине. Слава Богу. Да. Слава Богу. И вот я понял, что крещение мне было. Если Христос крестился, я должен креститься. И вдруг ответ положительный пришел от Николая. Понимаешь, вот я боюсь, как бы, ну, у меня есть такая фобия, я боюсь чужих городов. Я, как бы, я домосед, я семьянин. Мне хочется уюта, покоя, как бы. Да, ты такой вот человек, что мне вот скажут, допустим, съездил в Москву, там, и вот на них какой-то адрес, как бы, я растеряюсь, и просто думаю, как бы, не в своей тарелке. Вот почему это и есть про собрания, говорится. Я, когда в больших собраниях, я вот могу с вами общаться втроем посидеть вживую, да, но вот когда в больших собраниях я начинаю теряться, и начинаю, как бы, и вопросы, и вопросы, и слушаю, и слушаю, и слушаю, вот. И я бы ни за что бы не поехал сам бы креститься к Николаю. Ну, Бог, как делать? Он делает с учетом. Он дает Николаю, ну, как говорят, человеческий команду, и он откидывает все свои дела. И, собственно, ну, еще вот приехали вчера на вокзал ездили, тут билеты были просрочены, там была целая история, как вот. И он понимает мое положение, Бог, кто я такой, кто я, и Бог идет мне навстречу, дадим самим, что приезжает Николай и крестит меня. Наши, да. Это слава им победили. Купри это я понимаю, его чудные персты у нас. Спасибо, что Донкану сказали, что они граждане братья, но в первую очередь надо говорить спасибо. Если бы не Бог, то не было бы честное, и не было бы не Донкана, не было бы нас, вот. А они, вы ничего не стоящие. Им. Они так должны делать, как мы с тобой. Донкану спасибо тоже, что он. Терпели по отношению к людям. Настолько выдерживает эту нагрузку, что я так просто просто не смог. Донкан, вам спасибо за то, что вы подходите с душой к человеку. Ну, я так рад за подарение, которое ты дал мне, о том, что ты принял крещение и принял истину, видимо, от самого сердца, да? Ну, слава Богу. Это взаимно. Я думал, что тоже вы будете крестить. А как бы вот? Ну, я хотелось бы, но просто-напросто не получилось. Или нужно было бы это отложить. И Коля на самом деле очень оперативно, но слух, раб, даже Господне. Я когда приехал, он говорит, я ожидал такого представительного человека, чуть не в Нимке, а я сигарету достаю. Нет, ну, на этом не обратим внимание. Коля золотой человек, абсолютно золотой. Да ладно, ты говоришь, я так говорю. Во мне греха не меньше, чем во всем. Больше? Ну, поэтому ты золотой. О, вот так. Да. По-честному, мне надо сейчас лежать, дети, спать. Ну, я так рад. На самом деле, очень рад. Ну, давайте тогда помолимся вместе, ладно? Давай. Отче, слава тебе за то, что Дима принял крещение, за то, что Коля приехал так далеко и ему покрестил. Слава тебе за то, что все получилось. Ну, отче, мы знаем, что крещение – это лишь начало. Спасибо тебе за то, что я открывал в наших глазах на то, что дьявола нет. Но, отче, мы знаем, что внутри есть самый страшный противник – наши исключения, наши злые мысли и так далее. Отче, дай нам, пожалуйста, победу, чтобы мы сможем побеждать против этих исключений, против наших плотских размышлений, намерений и отдать в наших сердцах только и только к тебе. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Продолжение следует...